Хорошо, но вы поставите несколько вопросов. Всем привет! Вы смотрите LoftBlog и сейчас маленькое интервью с Бруно Бухбергером, IT-специалистом и профессором из Австрии. Бруно, представьтесь пожалуйста и расскажите пару слов о себе. Меня зовут Бруно Бухбергер. Это камера? Да, да. Меня зовут Бруно Бухбергер и я профессор для компьютерной математики в Университете Johannes Kepler в Линзе. Линзе есть город в Австрии. И там я работаю уже 40 лет в области компьютерной математики и в обеспечении компьютерной математики в софтверх. И я не только профессор, но я построил парк технологии, центр технологии, который называется Software Park Hagenberg. И сейчас, после 20 лет, есть 2,500 людей, особенно молодые, работают и учатся в этом парке. Как вы решили идти в ИТ и математики? Да, это очень интересная вопрос, но моя ответственность может быть не так, как вы можете ожидать. Потому что, в самом деле, когда я был в школе, я был интересен, в основном, в различные субъекты, также музыка и все остальное. И, когда я приехал в школу, для обеспечения института, для какой-то причины, я думал, что я хотела изучить биологию. Но потом, в следующий вопрос, что я думал, что если я, после института, встречал девочки на улице, и они спросили мне, «Бруно, что вы изучите?» И я сказал, «Да, биология». Тогда я думал, что может быть они думали, биология может быть изучена от всех, потому что, потому что, у вас только нужно, по сердцу, много бутылки и разные глазки. Так что я думал, что это то, что люди не могут сказать, что это может быть изучено от всех. И, сразу, математики пришли в мою голову. И это был причем, почему я решила, в один секунду, изучить математики. И я еще очень рад, чтобы быть профессором, и кто-то, кто работает в математике. Спасибо за ответ. И что вы думаете о будущем развитии софтверситетов? Есть основные которые идут от нативной до веб-апликации. Что вы думаете об этом? Да, я думаю, что каждый год в софтвере увидят новые фашины и новые ваги. И, поэтому, это очень сложно предположить, что будет фашеноваться на следующем году. Поэтому, этот год, определенные вопросы будут фашеноваться, как этот год, и 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 хор! But I think the main point is the following. If you want to stay always up to date and always in first row, we just must understand that software is nothing else than materialized intelligence. So whatever we will achieve in software, there will be immediately the next open challenge, which will be more interesting than the previous ones. And there is no end to this hierarchy of more and more interesting challenges in software. So just go on, whatever you are interested now, put your full attention to it to achieve what are the challenges today and then be very free and to feel very free to immediately jump to something new. We are only at the beginning of software. Okay? Okay, thank you. And tell, last question, tell that one young guy, why should he study math for being a good programmer? Yeah, it's not exactly the question what subject exactly one is studying, but one thing should become clear, that if you really want to achieve something in the area of software, then learn how to program, even if some people believe this is old-fashioned. No, it is the future. Learn to program, or a meaning to express whatever difficult seemingly intelligent challenge we have in front of us, to turn it into the language of the idiots, which is the language of the computers, to make it so clear that you can explain it to the machine how to solve the problem. And this process is called programming. You can call it in different ways, but basically this is programming. And mathematics, even if some people don't like to hear this, mathematics is nothing else than just the same type of intellectual activity like programming in the area of not only saying how things should be solved, but also to say clearly why things are working. And in mathematics we call this a theorem. Therefore there is no basic difference between computer science and mathematics. Both it's just two sides of the same middle. It's gaining new knowledge and solving problems by methods, by the power of clear thinking and clear speaking. And so become a master in programming and proving clear thinking, clear speaking. This is the essence and you always will be fashionable and modern. And if you go to the internet, look to interviews with great masters or people who really also in business, in software business achieved a lot like Steve Jobs and Bill Gates and all these big names. You can find interviews where all of these people, also they made a lot of money and they lived for business, etc., where they emphasize the importance of being able to program. So be able to program and then be able to sell yourself, make a business with what you programmed and then you will achieve a lot in life and you will also be very happy. Thank you for the interview. Thank you. Okay. Okay. Spasiva. 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 Okay.